Средняя американская семья потратит на подарки к Рождеству порядка 400 долларов. Расходы жителя пригорода Вашингтона из города Лортон, Пейтона Дункана, будут в несколько раз больше. Один только счет за электричество потянет на 900 долларов. Каждый год, вот уже на протяжении 15 лет, Пейтон Дункан делает такой дорогой подарок жителям своего района. Он радует своих соседей выставкой рождественских огней. На участке у его дома более 50 световых фигур и несколько километров гирлянд. Подготовка к установке занимает 3-4 месяца. Я начинаю готовиться в конце августа, в начале сентября. Провожу ремонтные работы, потом все устанавливаю. На саму установку уходит максимум 3-4 недели. В декабре счет за электричество получится 800-900 долларов, что, знаете ли, не так уж и плохо. Целиком световая инсталляция будет закончена к середине декабря. В этот раз, по словам Дункана, он немного припозднился. Сейчас порядка 60-70 тысяч лампочек. Это много огней. Думаю, что остальное поставлю до субботы. Я немного опаздываю. У меня еще не установлено порядка 12 или 14 фигур. Надеюсь, что к субботнему вечеру они уже будут стоять. Сначала Дункан, владелец электромонтажной фирмы, делал световые инсталляции сам. Позже стал покупать готовые проволочные фигуры и обматывать их гирляндами. Теперь экспонаты для своей выставки он заказывает через интернет. Световое представление начинается с наступлением темноты примерно в половине шестого вечера и длится порядка пяти часов. Нередко можно увидеть, как проезжающие мимо останавливаются, чтобы посмотреть на выставку рождественских огней Дункана. По его словам, все затраты окупаются улыбками и радостью детей, которые с удовольствием наблюдают за иллюминацией. Алексей Березин, Екатерина Александрова, Инфокс, Лортон, штат Вирджиния, США. КОНЕЦ КОНЕЦ